Почему Хамби его считают предателем? Можно ли считать его предателем, если он сложил оружие под угрозой расправы его близких? У нас не было другого выхода. На нас нападали. Не мы ведь пришли и решили захватить Кремль или навести в Москве конституционный порядок. Это не мы. Это к нам приходили с войной. Салам алейкум, Тумсо. И далее не должны занимать какие-то посты на госслужбе. Я об этом говорил. Я не говорил о своей любви или нелюбви к ним. А что нужно сделать сотрудникам? Сотрудникам, ну да, им нужно, наверное, уволиться. Но здесь тоже госслужба, госслужба, рознь. Я там тоже объяснял, кого я имею в виду. То есть это не... Тут нужно разделять. Ну хотя госслужба, в принципе, это и есть госслужба. То есть я имею в виду, не каждый, кто работает в госорганах, является госслужащим. То есть на государственных предприятиях или государственных организациях, если люди работают в органах, то они, скорее всего, госслужащие. А вот именно в организациях государственных, например, если кто-то работает в системе Министерства образования, Министерства здравоохранения, это всё вроде бы государственные учреждения, но они не являются госслужащими. То есть здесь нужно разделять. Тогда какой смысл увольняться сотрудникам полиции, например, если на них уже поставлен крест? И никаких постов или работа, связанная с госслужбой, они занять не могут в будущем Вичкерии. Они это делают должны... Если они хотят ради постов как бы жить, то пускай дальше работают, понимаешь? Они должны увольняться не ради постов. Они должны оттуда увольняться, потому что этого делать нельзя. Работать там нельзя, работать на оккупанта нельзя, работать в структурах оккупанта нельзя, работать на врага нельзя. Поэтому они должны в принципе оттуда уйти, а не ради того, чтобы завтра иметь какие-то государственные посты. Что это за... Как это? Меркантильный какой-то подход такой. Я отсюда уволюсь только, если ты мне завтра дашь работу в госструктурах. Ни в коем случае. Пускай... Лично меня абсолютно не интересует уволиться. Это они ради себя делают, не ради меня. И еще вопрос. Что делать чеченцу, которого не приветствуют на работе в России? Мне кажется, это чисто из-за национальности, и который не хочет работать в установленной системе в Чеченской Республике. Не приветствуют... Это в смысле с ним не здороваются, это иначе не приветствуют. Или не приветствуются чеченец на работе, иначе в принципе не любят. Я, честно говоря, не знаю, что ему делать, что он может делать. Искать другую работу какую-то там, я не знаю, уезжать в другие места, где он сможет найти работу. Но в России, насколько я знаю, там наши как-то умудряются все равно заниматься чем-то. И работать в том числе. Конечно, эта дискриминация там, она присутствует. Есть такие моменты. Но это не в такой форме прям повальной. Чеченцы не испытывают вот только прям повальной проблемы с тем, что вот нигде их не берут на работу. Там где-то их по национальному признаку там у них какие-то. Но насколько я знаю, может быть, я, конечно, могу ошибаться. Так, Медаед. Ас-саламу алейкум. Что ждет Чечню в ближайшем будущем? Все-таки какие-то политические процессы идут, и они стары как мир. Я имею в виду, что такие процессы протекали и в других странах. И можно предположить, основываясь на историю этих стран, какой-то прогноз. Или это не приветствуется в исламе. Ас-саламу алейкум ас-саламу. Почему это не приветствуется? Прогнозы, какие-то анализы, каких-то событий. Предугадывание событий на основе анализа — это не то, что приветствуется. Это, точнее, не то, что порицается. Это как раз-таки приветствуется. Это должно быть здоровый анализ. То, что в исламе запрещено, — это предсказывание на основе знания сокровенного. То есть, когда человек заявляет, что он знает сокровенное, то, что не может знать никто, кроме Создателя, кроме Всевышнего, никто этого знать не может. И когда человек заявляет, что он это знает и предсказывает таким образом будущее, это запрещено. Разумеется, этого делать нельзя. Но если ты оцениваешь какие-то события, ты их анализируешь, и на основании анализа ты делаешь предполагаемый какой-то прогноз, то есть ты не утверждаешь, что ты знаешь сокровенное, но это ты просто предполагаешь, что именно так будет, потому что у тебя есть повод так думать. Ведь так было, похожая была ситуация. И вот на основании этого ты говоришь, что ты думаешь, что здесь тоже будет так, и делаешь некий прогноз. Это нормально, так и должно быть. Надо просто эти вещи разделять. Чем занимался Джамбулат Балабола во времена Ичкерии, до поста, который он сейчас занимает? Почему Хамби его считает предателем? Можно ли считать его предателем, если он сложил оружие под угрозой расправы его близких? Значит, чем занимался Джамбулат, я не знаю. Я вообще, я подозреваю, что он, в принципе, ничего из себя не представлял на тот момент. Мы о нем узнали только сейчас, во времена этой кадыровской власти. До этого о нем никто ничего не знал. Поэтому, я думаю, он где-то, наверное, где-то учился, может, работал, не знаю. В общем, из себя он ничего не представлял тогда. А что касается Хамбиева, он, безусловно, является предателем. При каких бы условиях он это не сделал, при каких бы условиях он не сдался, он является предателем именно, потому что он не просто сдался. Он перешел на ту сторону и стал работать на эту сторону в ущерб своих бывших товарищей. Это предательство. Здесь не имеет значения, что мотивировало его на это. Что бы его ни мотивировало, он стал работать против. Он является предателем. То есть он предатель не потому, что он сдался, понимаете? Сдаться в плен или сдаться врагу — это не является предательством. Например, имам Шамиль, который сдался в плен, не является предателем. Он сдался в плен. То есть это немножко другая вещь. Просто человек, который сдался в плен и далее не вредил своим вчерашним товарищам, он не является предателем. А тот, кто сдался и вредит, или не сдался, но перешёл на ту сторону и вредит своим вчерашним своим товарищам, Этот человек является предателем, потому что он поменял именно свои убеждения, он поменял то, на чём он был. Он резко изменился, этот человек Хамбиева, послушайте его интервью, всё, то, что он говорит, это безусловно он предатель. Если в этом мире существует предательство, то то, что он сделал, этим является. Привет, Тумсос. Скажи, как ты думаешь, что должен делать лидер Чечни, чтобы получить независимость для своего народа? Что делал бы ты? Ты бы призвал немедленно к войне или бы мирно пытался выйти из РФ, пусть и долго? Я бы к войне ни в коем случае не призывал. И у нас никогда и никто не призывал к войне. У нас единственный человек, который именно занимался призывом к войне, это был Кадыров-старший, который объявлял джихад России и призывал людей выходить и воевать против России. А все остальные наши, вообще наши чеченские лидеры никогда не призывали к войне. Дудаев до последнего требовал переговоров, требовал от Ельцина, чтобы он сел за стол переговоров. Он до последнего, до конца своих дней, он говорил о остановке боевых действий, о том, что нужно договариваться, нужно провести переговоры. То есть у нас призывом к войне никто у нас этими вещами не занимался, кроме вот единственного вот этого Кадырова-старшего, который нас призывал и затем благополучно поменял сторону. Пошел и предал всех тех, кого он вчера призывал. Поэтому я бы тоже не призывал. Но я не могу себя представить в роли, как ты говоришь, лидера Чечни, который находится в составе России. И такой лидер, что это за лидер такой, я себе так не представляю. Джохар не был лидером Чечни, который находился в составе России. Он не был таким. Джохар стал лидером Чечни тогда, когда уже Чечня не была российской. То есть под оккупацией даже не российской, а советской на тот момент. Это немножко сложный такой вопрос, тебе на него так не ответишь. Но к войне я бы никогда не стремился, и я бы к ней, наверное, не призывал. Война – это исключительная мера, к которой ты прибегаешь уже, когда у тебя нет другой возможности. Это то, что нам навязано. Мы воевали не потому, что мы хотели воевать. Мы воевали, потому что война нам была навязана. У нас не было другого выхода. На нас нападали. Не мы ведь пришли и решили захватить Кремль или навести в Москве конституционный порядок. Это не мы. Это к нам приходили с войной. Субтитры создавал DimaTorzok